Коллеги и друзья говорят о ней так. Если бы за милосердие присваивали звание, то Аллы Смоляк был бы не ниже подполковника. Служению людям она отдала почти 20 лет жизни. Все это время работала в обществе Красного Креста. Начинала в одной из районных организаций Гомеля. Сегодня возглавляет областную организацию белорусского общества Красного Креста. Десятки благотворительных акций и проектов, помощь больным, одиноким, престарелым, людям без определенного места жительства, беженцам и в целом всем, кому нужна помощь. И когда кажется, что ждать поддержки больше ниоткуда появляются такие люди, как она. Вместе с ней и под ее руководством помощь нуждающимся в Гомельской области оказывают более 200 тысяч человек. Сестры милосердия, волонтеры, крупнейшие благотворительные организации страны. У каждого в жизни есть свой путь. Наверное, я свой путь избрала уже с детства. Хотела помогать больным, хотела ухаживать за больными. Затем это уже учеба и потом вот такой вот мне Господь Бог уготовил путь жизненный. К слову, именно такой путь привел Аллу Смоляк к призванию и званию Человек-года. Ежегодно лауреатов премии определяют в семи номинациях. Звания присваиваются в канун Дня независимости. Так, в категории «Открытие Человеком-года» стала чемпионка Европы по вольной борьбе, призер Олимпийских игр, гомельчанка Мария Мамашук. Серебро этой девушки стало первой олимпийской наградой Беларуси в женской борьбе. Путь, естественно, труден, очень тяжел, но это того стоит. Особенно, когда ты стоишь на пьедестале и добиваешься первого места, когда играет твой гимн. Ты гордишься, что ты это сделал, что ты стал первым, что ты представляешься в Беларуси, гордишься за свою страну. Эмоции переполняют, что ты хоть как-то какую-то частичку вносишь, чтобы как-то прославить свою республику. Спортсмены тоже прилагают много силы для того, чтобы прославить свою страну. Организаторы говорят, успехи каждого из лауреатов премии «Человек-года» и коллективов, которые стоят за ними, отдельный пазл в деле построения независимой и сильной страны. И без волнения получает награду и Владислав Доронин. По итогам прошлого года он стал лауреатом премии «Человек-года» в номинации «Служу Отечеству». Его профессиональный путь когда-то определила срочная служба в пограничных войсках. Именно тогда понял, как важно защищать своих родных и свою страну. Сегодня он с гордостью носит форму с геральтикой изумрудно-зеленого цвета и служит в отделе кинологической службы Гомельской таможни. В таможенных органах я работаю с 2009 года в отделе кинологической службы. То есть моя работа связана непосредственно с работой служебной собаки и поиск наркотиков на границе. Сейчас всем известно, что такая у нас непростая ситуация с наркотиками, что молодежь потребляет наркотики. Приходится с этим бороться непосредственно на границе, не допустить распространения этой заразы, чтобы не попала к нам в республику. В номинации «Лидер Человеком года» стал директор предприятия «Торгсервис» Олег Бойко. Лучшим руководителем признан генеральный директор открытого акционерного общества «Мозырь-Соль» Геннадий Богдан. Обладателем почетной награды стал и директор совхоза комбината «Заря» Олег Слинько. Он получил звание в номинации «Человек на земле». И, наконец, в номинации «Мастер» звание получил тракторист-машинист реческого комбината хлебопродуктов Виктор Грысь. К слову, премию «Человек года» на Гомельщине выручают с 2009 года. За это время ее получили более 60 жителей региона. «Хотелось бы, прежде всего, успеть сделать это то, что у меня, как бы я не добилась своей цели, это олимпийского золота. Своей команде хотелось бы пожелать только побед в нашем нелегком деле. Всегда сплоченность команды, чтобы всегда была, чтобы друг за друга были. А народу Беларуси добра, мира над головой». «Хотелось бы заниматься любимым делом, то есть продолжать свою работу. Поздравить всех с праздником и пожелать терпения и удачи». «Безусловно, сейчас мы должны еще более работать усердно, смотреть с уверенностью в будущее, искать доноров, спонсоров, развивать международную гуманитарную деятельность, привлекать проекты, которые нам, собственно говоря, в государстве нужны. Поэтому такая высокая награда – это не итог, это всего лишь старт к каким-то другим трудовым успехам». В биографии каждого из них наверняка были и непростые, переломные моменты. Но каждый своим примером показал, трудолюбие и верность делу всей жизни творят чудеса. Анна Ковалева, Евгений Макинка, телерадио компания «Гомель», новости недели. Виагарин «Гомель»